На часах 16.00. Солистка казачьего хора Валентина Маликова спешит на репетицию в Дом культуры Станицы Николаевской. И так каждый день, уже почти 60 лет подряд. По признанию Валентины Владимировны, вокальным искусством по нынешним меркам она занялась поздно, в 16 лет. Всю жизнь я здесь проживаю. Замуж вышла сюда. И вот в 16 лет хожу на хор. Ну еще нет 73, но будет скоро 73. Казачий хор Станицы Николаевской ни на день не прекращал свои репетиции. Хоть и за более чем полувековую историю пережил самые разные времена. Сложнейшим оказалось отнюдь не перестроечное время. Буквально еще год назад в здании протекала крыша, не было отопления, отсутствовали элементарные удобства. С обогревателями отапливали мы. И даже без отопления были. Ходили все равно на хор одетые. Но все ходили. Жители Станицы Николаевской звонили во все колокола, писали во все инстанции. Просили обратить внимание на плачевное состояние Дома культуры. Помощь пришла от главы республики. Во время визита в этот населенный пункт Вячеслав Бетаров пообещал оказать содействие в решении вопроса. Работники культуры вообще по натуре своей энтузиасты. Но иногда уже энтузиазм выходил весь. Уже мы теряли надежду, что когда-то у нас будет возможность работать в полную мощь, на сцене давать концерты, различные мероприятия, потому что аварийная была крыша, кровля в зрительном зале. И мы долго ждали, надеялись. И потом, как чудо, Вячеслав Зелимханович нас посетил в 2016 году. Я все беды ему свои высказала. И он пообещал, что будет этим вопросом заниматься. Вот в 2017 году в середине прошла информация, что мы попадаем под федеральную программу капитального ремонта. Конечно, это была воспринятая весть очень радостно. Не только работниками и участниками коллектива, но, по-моему, всей станицей. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, сохранения культурного и исторического наследия народа, создания условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Таковы основные цели и задачи государственной программы развития культуры и туризма на 2013-2020 годы, в рамках которой в нашей республике построено или отреставрировано сразу несколько сельских домов культуры. В обновленное здание Дома культуры перешло самое ценное – коллектив. Профессионалы, отличные педагоги, люди с горящим сердцем. Те, кто в самые сложные времена остались верны себе и станице. Раньше они все энтузиасты своего дела. Просто в таких условиях, в холоде, в этой сырости, в развале. Они не то что оставались людьми с духовными ценностями, они еще несли эту культуру в массы, они людям дарили тепло, согревали. На сегодняшний день в Доме культуры станицы Николаевской функционируют 8 секций. Среди них – национальные танцы, казачий хор, театральная студия. По словам руководителя Людмилы Собиевой, на достигнутом обновленный Дом культуры останавливаться не намерен. В планах у коллектива выйти на самоокупаемость. Хотелось еще пожелать, чтобы нам приобрели киноустановку, потому что хочется, чтобы мы и самоокупаемые были, чтобы у нас люди разных возрастов пришли, посмотрели дети мультики, взрослые фильмы. Киноустановки или проекторы, они помощь у нас в работе. Это и кадры хроникальные на 9 мая, допустим, это и творческие вечера. В общем, это очень нам нужное дело в нашей работе. В студии национальных танцев занимаются практически все дети станичников. Уместить желающих на одной сцене не удается. Юных танцоров разделили на три группы по возрастам. Таким образом, сцена станичного ДК практически всегда заполнена до отказа. Хотите, я вам покажу новое движение? А Тима, ну покажи. Шестилетняя Элина Майрамова пришла на танцы в местный дом культуры еще до реконструкции здания. Вспоминает, что приходилось заниматься в теплых вещах, так как отопление практически отсутствовало. Сегодня же совсем другое дело. Ничего не отвлекает от любимого занятия, которое обещает стать делом жизни. Это дом культуры. Я уже хожу на танцы полгода. Когда я вырасту, я хочу танцевать ханцабе алан. Чтобы моя мечта сдалась, я пришла в дом культуры на осетинские танцы. Меня учитель хвалит, что у меня получается хонга и щен. По достоинству реконструированный дом культуры оценили не только дети, но и родители. В дом культуры я привела свою девочку на осетинские танцы. Она очень хотела, попробовали. Ей понравилось, стало получаться. Потом нас закрыли. Было неугодное состояние здание. Сделали ремонт. Стало здесь тепло, красиво. Стали кружки здесь делать, и пени, и танцы. Все очень хорошо. Не хватает деткам костюмов осетинских танцевать нам нефтью. Благодаря программе развития культуры и туризма на 2013-2020 годы культурно обогатилась не только станица Николаевская. В Михайловском, население которого насчитывает около 10 тысяч человек, дома культуры ждали более 25 лет. Общая площадь нового дома культуры в селении Михайловска составляет 550 квадратных метров. Включает в себя современную сцену габаритами 12 на 8 метров, артистический зал, холл, библиотеку и подсобные помещения. Когда искали землю под строительство дома культуры, в центре селения места не нашлось. Пришлось возводить здание на окраине. Но оттого оно не стало менее популярным. 200 человек, преимущественно школьники, ежедневно спешат в Новый ДК на репетиции. Работаю относительно недавно, месяц всего. Вот как открыли клуб, мы работаем. Состав полностью новый у нас абсолютно. Условия отличные, все хорошо. Клуб новый, поэтому проблем пока никаких нет у нас. Акустика, да, хорошая сцена, тоже удобная. Ну, единственный такой минус, как бы замечание этого хореографа, это то, что кулис нет. У нас, если вы обратили внимание, кулис как бы нет. То есть для концертной программы это создаст кое-какие небольшие проблемы. Мы практически неделю ввели набор, потом еще продолжали какое-то время тоже вести. У нас сейчас порядка 200 человек. Это три группы. Младшая группа – это практически садиковский возраст, это дети. Средняя группа – это с первого по седьмой класс. И вот старшая группа – это уже восьмой класс и выше, старший. Вершить культурную революцию новому Михайловскому ДК помогает филиал сельской библиотеки. Для большей доступности и популярности его было решено разместить тут же. По словам библиотекаря Эльвиры Маргиевой, особым спросом у сельчан пользуются книги на родном языке, зарубежная классика и детективы. Очень нам здесь нравится, конечно же, новое здание. Тут светло, красиво, уютно. Школьники ходят сюда с удовольствием. Вот здесь у нас справочная литература. Дальше у нас мировая литература, потому что взрослые читатели, также и пенсионеры в основном берут вот мировую литературу, зарубежную спрашивают. Конечно же, краеведческая наша любимая литература. Очень хорошо берут нашу краеведческую литературу. Читают книги на астинском языке. Какие авторы? Вот Годиаты Шика. Очень часто берут вот эти его произведения. В рамках госпрограммы развития культуры и туризма на 2013-2020 годы в Северной Осетии уже построено 4 дома культуры. В Виноградном, Михайловском, Новом Батакой, Костат. Частично отремонтированы ДК в Дигоре и селении Цалык. Капитально в Ильхотово, Лескене, Феогдоне, Николаевское и Комгароне. В планах постройка домов культуры в Ахсаресаре и Заманкулин. Капитальный ремонт досуговых центров ждут в Сурдигаре и Чикале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова